Здравствуйте, друзья! Хочу вам представить стадикам для легких камер без зеркалочек. Вот сейчас у меня одет J4 на нем. Чудо-камера, о которой все говорят, которая дает потрясающее изображение. Вот такие монстры в виде Canon 7D с объективом, такие на 11-16, слишком тяжелые для стадикам. А вот этот вот, все GH со своим, вот 12-35 сейчас у меня одет. Он, конечно, великолепно держит. Сейчас у меня камера пишет 4К. К стадикам, в принципе, обычной конструкции. Значит, вот центральный подшипник, крючка. Вот очень удобные каретки-салазки, потому что они настраиваются одним пальчиком, двигаются без трения и можно очень быстро в условиях съемки все это дело поправить. Вот давайте я сейчас попробую, даже сниму это дело с салазок и потом одену. Мы посмотрим, насколько быстро я сумею. Значит, вот здесь вот у меня, сейчас вот тут не видно, но здесь сбоку значит, есть миллиметровая шкала. И вот тут вот я заметил, что это 7-6,5 миллиметров. Вот я, например, беру, снимаю. Вот и можем еще раз его вот рассмотреть. Вот что у нас внизу. Заодно посмотрим, как фокусирует наш Panasonic. Вот фокусирует он, ну вот он взял фокус. Видите, здесь два грузика маленьких. Вот здесь вот две трубы одна в другую втыкаются. Ну, фокусируйся, родной. Видите, у него трудности с фокусировкой. Но камера, конечно, великолепная по качеству изображения. Вот этот у нас центральный подшипник. Давайте попробуем на фоне стены это показать. Может здесь он сфокусируется лучше? Да, здесь он сфокусировался. Видите, центральный подшипник. Это вот эти вот кареточки, продольная и поперечная. Все пальчиком держится. И вот видите, соответственно, какие масштабы. Теперь попробуем это дело назад одеть. Давайте попробуем это дело назад одеть. Значит, я беру, вставляю каретку. Вот. Выставляю наши 6,5 миллиметров. Где-то так. Закручиваю и посмотрим, на сколько мы попали. Насколько мы попали. Давайте 6,5. Закручиваем. Вот тут вот вот все. Все винтики. Все очень аккуратная конструкция. Ну и что? И мы попали. Мы попали, в общем-то, да. Попали. Ну, чуть-чуть вниз склонятся. Давайте немножечко, немножечко назад его отъедем. Потому что, наверное, ближе к 7. Вот так вот. Буквально позволяет десятые доли миллиметра сдвигать. Ну вот. В общем, все у нас тут работает. Тут зебра в пересвете. Все 800 единиц стоит ISO. Здесь у нас для света всякие конструкции. Так. Ну что, фокусируешься, дорогой? Он сфокусировался, видите. Здесь у нас стоят всякие конструкции наши. камеры, скейтеры, стадикамы. Здесь у нас, да. Видите, вот он не попадает. Вот, попадает. Головочки электронные. Это квадрокоптер. Дипломы, за которыми кто-то так и не пришел, не дошел. Так что приходите. Опять квадрокоптер. уже открывать, так открывать вам секреты, господа. Здесь у нас для GoPro привод этот электрический. Вот. Что у нас тут? Икона, которую подарили заказчики. Опять GoPro. Объективы. Это у нас объектив от Lumix. Лейка. И на окошечке чай, которым мы угощаем всех, кто к нам приходит. Ну, давайте такое селфи сделаем вокруг офиса. 800 единиц. Заодно посмотрите, как все это дело шумит. Насколько оно шумит. У нас сейчас стоит Sign-D. Такой режимчик. То есть, кино. Да. Да. Наш директорский просмотровый зал, где у нас обычно проходят, вернее, всегда проходят наши курсы. Фокус. Фокус. Пробуем. Что такое фокус на автомате для Панасоника. Сейчас мы это дело проверим. Сейчас мы это дело проверим. Давайте мы идем. Стэдикамчик. Вот надо было, где мне вам показывать, да? Стэдикамчик. Вот здесь вот. Вот он, стэдик. Вот. Давайте глянем. Вот так вот. Опа. Это я проверяю оборудование, как работает. Да, страсть. Работает страсть. Ну, вроде работает. Вот. Это у нас, по поверью, кони Клотта. Говорят, что эти кони тоже Клотт извоял. А здесь действительно была поилка для коней. Вот. Тут замечательный кофе готовят, кстати говоря. Ну, давайте выйдем на улицу. Здравствуйте. Ветер очень сильный. Стэдикам сдувает. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит тучь. Вот. Вот такие вот дела. Можно сделать такое селфи, поскольку у нас ветерок, и мы его вот так вот используем, давайте. Вот так вот раз. Все-таки, все-таки хоть автофокус здесь не самый лучший в мире, но с ним лучше, чем без него. Давайте чуть-чуть пройдемся. по нашей киностудии. Не буду заходить наверх. Вот тут можем развернуться. И, в принципе, стэдик управляется-то хорошо. Давайте развернемся и пойдем к нам назад. Наверх. Попробуем через ступенечку пройти, как это у нас получится. Разворот. Разворот. И пошли опять по ступенькам. Так. Ну, это тут рекламу снимали. Это у нас объектив Токина 11-16. Стоит через спидбустер. Значит, штучка, которая уменьшает фокусное... Не фокусное расстояние, а уменьшает кружок рассеивания. Ну вот, посмотрите. Объектив, в общем, не позволяет нам сейчас здесь фокусировать автоматически. Поэтому мы ставим фокус примерно на бесконечность. На широком угле это допустимо. И объективчик гораздо тяжелее, чем у нас 12-35, но и гораздо шире. Давайте посмотрим, как он себя ведет теперь на стэдикаме. Чем шире объектив, тем, конечно же, движение будет более плавное. Вообще, стэдикама – это вещичка в себе. Еще та. Потому что совсем плавное движение, конечно, нужно делать на рельсах. Давайте проверим. Пройдемся здесь. Вот так вот тут установим его. Успокоим качечку и пройдем по коридору. ИС-800. Посмотрим, как это выглядит будет. Ходить надо на полусогнутых, конечно. При аккуратном каком-то движении получается какой-то такой проезд. Конечно, чем камера массивнее, тем движения будут более плавные. В данном случае у нас стоит более массивный объективчик. Так. Здравствуйте. Проверяем оборудование. Так. Господа. Ну что ж. Посмотрим, как это работает. Кстати, вот это монтажный стол. Раньше на нем так. Раньше здесь монтировали фильмы. Это монтажный стол. Plutori. Так. Еручка. И сон. Вот так работает наш стадикамчик Я даже особо тут не старался им ровненько ходить Я думаю, что вы это сможете сделать гораздо лучше, чем я Очень удобный, очень хороший, карбоновый, легкий Прячется в сумочку Кстати, сумочка вот от него Сумочка вот от него, видите, у меня уже несколько Вот от него сумочка Ну что ж, приятного вам дня